Здравствуйте! Вы смотрите интервью дня в студии «Я» Орлана Байду. 23 октября свой 75-летний юбилей отпразднует Республиканский Центр Народного Творчества и Досуга. Поэтому сегодня в студию мы пригласили Елену Николаевну Ондар, директора Республиканского Центра Народного Творчества. Здравствуйте! Здравствуйте! Елена Николаевна, хотелось бы узнать, вот 75 лет – такая огромная дата, а кто же стоял у истоков создания Республиканского Центра? Добрый день! Еще раз спасибо за приглашение. Да, действительно, мы отмечаем красивый большой юбилей 75 лет Центру. История началась ровно 75 лет назад. Почему ровно? Потому что именно 13 октября, вот сегодня 13 октября, было принято решение историческое за номером 488 и с полкомом областного совета депутатов трудящихся Тувинской автономной области о создании оборганизации областного дома народного творчества. 13 октября сегодня. Поздравляем вас! Спасибо большое! Да, дата интервью совпала именно с исторической нашей датой. И в том году, в 1948 году, когда было решение принято, в Туве уже насчитывалось 12 районных домов культуры, 13 сельских домов культуры и 14 красных юрт. То есть уже появилась потребность руководить этими учреждениями, оказывать им организационно-методическую помощь. Елена Николаевна, вот термин «красные юрты». К сожалению, я не знаю, возможно, кто-то из зрителей также не знает. Не могли бы пояснить, а что это за красные юрты? Вы, наверное, должны догадываться, что в 1948 году Тува только недавно вошла в состав СССР. И, конечно же, на первый план выходила работа именно политпросвещения населения. В советский период, ну не секрет, что была очень сильная работа по продвижению социализма, идеологии социализма. И, конечно же, на первом плане стояла работа, ну, скажем так, по просвещению населения Тувинского, которая считала, что они жили кочевым образом, письменность, да, безграмотность, значит, те принципы социализма, да, коллективизации и так далее, и так далее, и так далее. Очень много было, конечно, идеологий, но в то же время в этих красных юртах, в домах культуры очень большая работа велась именно по поднятию художественной самодеятельности. Организовывались кружки как вокальные, танцевальные, ансамбли песни и танца. Драматический, кстати, был большой прям подъем, да. И вот на этой волне у нас же был создан наш национальный театр, да, то есть выходцы из народного творчества, из самодеятельности, они становились далее первыми, скажем так, профессиональными актерами, артистами ансамбля Саяны нашего, да. Вот я считаю, что истоки все равно лежат в народном творчестве. Как интересно, я честно не знала. Вы для меня целый мир как будто бы открыли историю, нужно знать это однозначно. Как раз-таки об истории. Елена Николаевна, а как давно вы сами начали свою деятельность в республиканском центре? Что вы заметили, какие перемены произошли? Ну, я работаю с 2015 года. Перемены есть, я думаю, потому что каждый руководитель, конечно же, вносит, как говорится, свое видение, свои акценты и так далее. Я надеюсь, что моя работа все-таки привнесла какой-то положительный сдвиг. Ну, я думаю, это время оценит. Не буду сейчас о себе много говорить. Но что бы хотелось сказать об истории нашего центра. В течение 75 лет было очень много преобразований, да. Допустим, в 1962 году, когда образовалась Тувинская АССР, естественно, тоже переименовали наш центр как уже Республиканский Дом народного творчества. В 1979 году было объединение нашего Дома народного творчества с Республиканским методическим кабинетом. И вот что интересно, в тот период наш Дом народного творчества назывался Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы. Я считаю, что это было, наверное, очень хорошо, когда силы ученых были привлечены к методической работе. Но, к сожалению, сейчас мы вносим другое название. В 1993 году в память о первом директоре Центра народного творчества и в память о великом нашем писателе Сергею Бакысовичу Бюрбю нам было присвоено имя. Имени Центра народного творчества. Имени Сергея Бюрбю. Но в 2005 году прошла последняя реорганизация. Республиканский Центр народного творчества имени Бюрбю объединили с Республиканским Центром досуга молодежи. И в результате мы носим название Республиканский Центр народного творчества и досуга. Вот по сей день. Вот такая у нас, если говорить, краткая история. Ну, не кратко, а тут сколько у вас реорганизаций было. Елена Николаевна, мы недавно с вами обсуждали фестиваль камнерезного искусства, который вы организовывали, который у вас успешно прошел. Хотелось бы узнать, какие основные направления Республиканского Центра на сегодняшний день? Направлений у нас очень много. Конечно, для жителей нашей Республики самым видным таким направлением является организация фестивалей и конкурсов. То, что мы объявляем громко, людей приглашаем, организуем. Фестивали, причем разножанровые, вокальные, хоровые, семейные и так далее. Патриотические, хореографические, то есть жанров у нас очень много. Камнерезного искусства, среди мастеров различных. Есть еще большое направление у нас методическая работа с нашими клубами. То есть мы постоянно с ними проводим семинары, вебинары. По всем вопросам организации досуга населения мы являемся и как бы по таким методическим путеводителям. Подсказываем, какие юбилейные даты, как их проводить, какие-то сценарии примерно отправляем им. Периодически собираем их, проводим совещания, советы директоров. То есть это тоже очень большое направление. Дальше у нас есть направление по присвоению звания народный коллектив, образцовый коллектив самодеятельного творчества. Это большая такая система общероссийская, когда коллектив достигает определенного хорошего уровня, им присваиваются звания. Присвоение, подтверждение звания, снятие звания – это тоже большое направление работы. Есть направление работы по сохранению объектов нематериального этнокультурного достояния России. А к примеру можете привести, пожалуйста? Допустим, объектов может быть очень много. Это являются, допустим, туинское горловое пение, является нашим объектом. Какие-то обряды есть у нас, какие-то традиции есть, навыки изготовления национальных инструментов. Впрочем, их очень много. Это тоже большая работа по созданию регионального реестра, дальше выдвижение на федеральный реестр этих объектов. То есть целый большой пласт. Как вы заметили, еще отдельный большой пласт – это работа с нашими мастерами. Мастерами разных видов мастерства. Как камнерезное искусство, работа с шерстью, с войлоком, работа по дереву, с мехом, с кожей и так далее. Это тоже отдельное направление нашей работы. И, конечно же, я считаю еще одним большим направлением нашей работы – это работа по представлению, пропаганде тувинского народного творчества на общероссийском поле. Мы отправляем наши коллективы различные, просматриваем, отбираем, отправляем их в межрегиональные, всероссийские и так далее, и так далее. Различные фестивали и конкурсы. Ничего себе! Да, огромная работа. Возможно, Елена Николаевна, вы бы смогли сделать небольшой анонс какой-то к следующему событию, фестивалю. Ну вот сейчас у нас, независимо от того, что у нас юбилейное мероприятие, идет работа по приему документов как раз на присвоение, подтверждение звания народной образцовой. Сейчас конец года, и мы готовимся к следующему году. И наша задача, наши клубы – заранее предупредить, какие у нас будут мероприятия в 2024 году, и мы разрабатываем положение, которое мы должны уже к концу года отправить. Ближайшее, наверное, крупное мероприятие в следующем году – это будет большой, огромный фестиваль народного творчества, который называется «Салют Победы». Да, поэтому уже можно, наверное, говорить об этом. А если не секрет, где будет проходить? Ну, я думаю, в Доме народного творчества. Елена Николаевна, наверняка будут какие-то мероприятия к такой огромной дате, к такому-то юбилею. А что за мероприятие? Поделитесь, пожалуйста. Да, спасибо за вопрос. Мы юбилей будем праздновать три дня – 23, 24, 25 числа. 23 числа начнем с научно-практической конференции «Клубы России. От теории к практике». У нас приедут гости из Москвы, представители государственного Российского дома народного творчества, соседи из Хакасии, из Красноярска приедут. Будем делиться опытом. 24 числа мы планируем в театре провести наш юбилейный большой концерт, а также в фойе провести выставку изделий наших мастеров и мельцев. 25 числа планируем большое совещание провести круглый стол на тему функционирования культурно-досуговых учреждений в условиях местного самоуправления. Будем приглашать к диалогу председателя администрации муниципалитетов, будем говорить о существующей ситуации, о проблемах, как их можно решать. И завершим мы 25 числа юбилейное мероприятие – презентации наших печатных изданий, которые мы выпустили специально к юбилею. Там очень много есть интересного материала, поэтому решили сделать прямо отдельную презентацию. Еще раз вас поздравляю с такой датой, с 75-летием вашего Республиканского центра. Напомним, что у нас сегодня Елена Николаевна Андар, директора Республиканского центра народного творчества и досуга. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Вы смотрели интервью дня. До новых встреч. До новых встреч.